всем большой привет сегодня в новом году начинаем разбираться что там творится с рынком нефти как у нас прошло рождественское новогодние ралли и еще несколько таких интересных идей по рынку по трейдингу поэтому будем начинать переходим на экран итак первое что хочется сказать все друзья мои самое главное наверное да что нас интересует прежде всего это фьючерс на smg 500 и выглядит вполне себе неплохо единственное что за последние дни немножечко мы откатились от максимума и что касается рождественского ралли какого-то которое многие ждали мы видим что в этом году она не была таким явным хотя был рост с 3225 до нового максимума 3265 то есть принципе около одного процента буквально был рывок по smp засчитать это за ралли наверное сложно каким-то образом да но позитив год закрывался на позитиве и многие ожидали дальнейшего стремительного роста если мы вспомним год назад и дата именно на новогоднем ралли 24 на 25 начался вот этот отскок разворот и мы достигли донышко в районе 2350 и после этого рынок очень сильно хорошо подрос там более чем на 30 процентов если мы обратимся еще на год назад 17 на 18 год получается дату мы увидим что здесь также в районе 24 25 числа у нас была некая консолидация но с первого числа буквально с начала нового года 18 мы видели хороший импульс вверх да поэтому это не всегда работает такие новогодние рождественские ралли но при этом последние скажем так три года в основном рынок не то что в основном рынок растет более чем на один процент в преддверии рождества и нового года это нужно знать и прошлый год вообще был разворот то есть локальная донышко и на определенном позитиве прошло движение вверх почему мы снижаемся сейчас после нового исторического максимума который уже вплотную на подошла к трем тысячам 300 я сейчас откатывается уже вниз нам пришла такая не очень хорошая новость из ирана и рака до что начинается такой серьезный военный конфликт между сша и ираном и данное событие было спровоцировано войсками соединенных штатов говорят что беспилотник сша на прошлой неделе атаковал скажем так объект ирана да и в ходе чего погибло два высокопоставленных офицера один из них вот военный командир сулейман да во всех статьях написано что это герой ирана и многочисленные у него были победы и так далее и вот у нас с вами здесь начинается какая-то такая не очень хорошее движение какие-то могут быть серьезные военные действия потому что вот и процессе я была и кричали смерть америки и дочь этого генерала кричала что соединенные штаты ждет возмездие то есть такое негативное событие год начинается в плане таких новостей международных не очень хорошо для рисковых активов да поэтому мы видим вот такое в моменте снижения но небольшое то есть она могла быть сильнее потому что ну что не война какая-то очередная до начинается только уже между там сша и ираном но на этом конфликте на вот этой ситуации безусловно это позитив для нефти потому что под угрозой поставки с территории там ирана и ирака и подросла нефть wti на 2 основные процента и бренд на 3 процента и мы видим что в принципе и золото растет да то есть если мы посмотрим wti то мы увидим резко резкий скачок до 61 на в моменте там что 465 то есть такое действительно серьезное движение вверх да соответственно если мы посмотрим допустим gold да так же как золото у нас всегда защитный актив мы видим резкое такое движение естественно это никуда не технические моменты не сложно было это предугадать да потому что когда начинается такая какая-то возня тем более военные действия это всегда может быть неожиданно и может быть очень негативно для котировок рисковых активов таких как акции и позитив для золото нефти в данном случае потому что могут здесь быть под угрозой поставки нефти с территории ближнего востока так если там действительно военные действия начнутся но трамп действительно начал год очень активно вот его предвыборной кампании и уже сейчас многие сми сообщают что у него сейчас рекордные сборы на его предвыборную кампанию вот он начал с таких гонять скажем так каких-то демонов которых они там сами выдумывают придумывают и вот для того что начать такую полномасштабную войну да в том числе поэтому здесь хочется сказать что нужно быть сейчас предельно внимательным мы ждем новостей по поводу обострится ли этот конфликт еще сильнее будет ли какое-то ответное серьезное действие со стороны ирана или нет поэтому здесь сейчас если вы хотели докупать допустим акции в свой портфель то может быть в данном моменте это не стоит сделать делать да стоит дождаться какой-то волны небольшой коррекции допустим по индексу да и чтобы немножечко эта ситуация успокоилась устаканилась том числе там по нефти по золоту и тогда уже искать интересные варианты для входа да поэтому пока что мы констатируем что ралли новогодние в этом году не слишком себя оправдала плюс один процент но сейчас уже один процент отдали обратно потому что рынок падает вот на таких не спекулятивных новостях о серьезных новостях поводу конфликта на ближнем востоке да поэтому давайте будем следить за этими новостями я думаю что ближайшее время у нас будет больше информации и следующее видео я постараюсь для вас уже записать с кем-то конкретными рекомендациями что здесь сделать и какие активы можно подбирать да поэтому пока что нефть выглядит неплохо золото выглядит неплохо но естественно здесь сейчас после такого резкого движения скорее всего будет коррекционная какая-то волна вот поэтому мы должны с вами это четко знать и понимать и нужно быть готовым нужно иметь торговый инвестиционный счет и когда будут хорошие возможности то вот к этим хорошим возможностям присоединяться я думаю что ближайшее время не будет после вот этой волны негатива да когда происходят откатные движения друзья мои как всегда рекомендую на площадке admiral markets рекомендую попробовать открыть счет где можно торговать реальные акции и те фонды будет первая ссылочка в описании переходите открывайте демо счет небольшой счет теста вы пробуйте очень удобный тип счета где можно торговать акции торгуются на самых крупных фондовых биржах да и вы можете торговать через знакомые терминал mt5 и торговать различные американские и европейские компании акции поэтому переходите ссылочки в описании и мы уже увидимся с вами надеюсь при более спокойных таких условиях когда мы сможем говорить о том что вот конкретные идеи и нужно вот это покупать это не покупать да поэтому ушки на макушке держим и вот начинается очень интересно будем подключаться на этом принципе все с вами был виталий сергеенко я профессиональный инвестор управляющий активами инвестиционной компании rich invest group всем всего доброго и мы с вами на связи всем пока